Беспилотные авиационные комплексы Беспилотные авиационные комплексы Беспилотными авиационных комплексами Беспилотные авиационные комплексы ни о какой победе, ни о какой войне разговора сегодня нет. Они уже заняли свое место, как контрбатарейная борьба, как система РЭП противодействия беспилотникам. Это мы все знаем, поэтому пошли дальше. Беспилотник уже на вооружении вооруженных сил, которые нам поставляются, основные. Вы мне должны будете сегодня ответить на вопрос, что нам из этого надо. Все надо? Да. Все. Значит, сколько, где, где будем изготавливать? У нас созданы специальные цех по сборке и производству беспилотных летательных аппаратов. Есть комплексный тренажер, самый современный. Мы используем в подготовке все беспилотники, которые применяются в СВО. Вот это все напечатано на 3D-принтере и сделано на фрезерных станках силами военнослужащих. Вот это вот все сделано собственными руками. Самодельные ружья обнаружителей дронов, самодельные анализаторы спектра, закрытые системы связи. Системы геоинформационной поддержки, вот это самодельные устройства радиосвязи, когда подавлены все каналы связи. То есть мы это все используем в системе подготовки. У нас оператор умеет летать на квадрокоптере, умеет летать на FPV-дроны. Может собрать FPV-дрон и знает, как вести себя, когда вокруг все задавлено РЭП. Бестилотный авиационный комплекс разведывательного типа. Вы проверили их? Мы их приняли на вооружение, то, что обещали. Они нам все сделали. Возможности их какие? Значит, глубина введения разведки не менее 50 километров, высота 3000 метров, продолжительность не менее 3 часов. Известные брожежевые аквадры, подставленные на вооружение, собственно, не подставки моего барона. Организовано производство. Улучшено. Возможности их. 5 километров вот это изделие, следующие 2 километра. Идеально подходит для условий городского типа работы и там, где... Эффективность. Легкобронированная техника. 100% попадания. 70 метров, 100% подтверждено. Нигзалевский коллектив. Здравия желаю. Здравия желаю. Здравия желаю. Здравия желаю. ЗАО беспилотно-летательные аппараты. Организовали серийное производство комплексов «Миротворец» и «Оскалон». На сегодняшний день, благодаря вашему решению... То есть вы этот аппарат делаете? Да, мы делаем его серийно. Он уже приносит... Ваше мнение. Мы его сейчас принимаем на вооружение. Ваше мнение. Данное изделие уже обеспечивает валютную выручку нашей стране. Это совместная разработка с Академией наук. Здесь боевая часть. 10 килограмм. Удачная кооперация получилась. И для экспорта, и для внутреннего применения. Вы проверили аппарат? Конечно. Он эксплуатируется во многих странах мира. И только положительные отзывы. Это новая разработка наша. Это изделие для уничтожения воздушных целей. Данное изделие проходит заводские испытания положительно. Дальность применения до 100 километров. То есть это, скажем, мини-зерка. По координатам... Нет, он летит по целеуказанию от локатора. Любого локатора ПВОшного, локатора разведывательного. И на удаление до 1,5 километра обнаруживает цель и производит атаку. Проходит сейчас заводское испытание. Да, пока еще есть. Они только испытываются. Мы о нем ничего не знаем. Мы уже знаем, видим, ждем его. Чтобы посмотреть, пощупать, посмотреть его место в краю. Здесь представляется уникальный разведывательный ударный боевой комплекс «Ястреб». Академия наук разрабатывает его уже 2,5 года. В настоящее время находится на этапе предварительных испытаний. Здесь мы разработали уникальные дроны-камикадзе, которые при запуске от этого беспилотного комплекса летят еще в 8 километров и не входят в зону действия средств под подавлением. И поэтому этот комплекс может летать в перегоночную дальность 1000 километров, радиус 300 километров, еще запускаете дроны-камикадзе в 8 километров. Это высокоточное оружие. Боевые части тоже самое сделаны в Академии наук. Компания «Пеллинг» Государственного промышленного комитета менее чем за 2 года инициативно разработала 2 продукта в новом для себя направлении и доведены до состояния опытных образцов. Конкретно если говорить, то первое – это унифицированная высокоточная авиационная бомба, корректируемая. Это летит вертикально, это будет лететь горизонтально, будет управляться. Вы ее проверяли? Да, мы сейчас летаем и отдаем лица Соборова. Здравствуйте, уважаемые гостиники. Ну и что ты сделал хорошее? Рассказываю. В последнее время мы ведем разработку боеприпасов полностью отечественных, 100% снаряженных отечественной взрывчаткой для беспилотных летательных аппаратов. Вот эти все уже проверены, работают. Уже прошло более 30 испытаний. Дальше. Камикадзе его сегодня будут показывать в работе. Это боевые части для больших беспилотников. Это миротворец. Представляем последние разработки менее чем за 4 месяца. Это малый РЭП. Индивидуальный РЭП для бойца. Для окопа, для небольшого подразделения. Индивидуальные обнаружители беспилотников. Значит, каждый боец будет знать. Значит, теперь вскрыли каналы обмена информацией, сделали обнаружители, которые выдают, внедрили нейросеть, которые выдают не просто наличие, а какой, где, а по многим, и где находится не только сам беспилотник, но и оператор, который им управляет. Для поражения его. Далее. Окоп. Дает направление атаки. Все эти средства сделаны в короткий срок. Часть из них уже, значит, прошла исследовательские испытания. Часть завершаются буквально в ближайшее время. Готовы. Мы их видели, знали. Сейчас вот быстро берем на вооружение. Если все нашим требованиям соответствует, принимаем на вооружение. Но вы должны знать эти слабые места, чтобы мы не купили то, что завтра не нужно. Вот это уже, кстати, третье поколение ружья. Вы видели его с самого начала? Ну, я видел. Вы мне показали на ровном месте. На ровном месте что-то сработало. Но СВО говорит о том, что они слабо работают. Посмотрите, здесь все, что знаем по беспилотникам, все частоты учли уже, внесли сюда. Ну, вот новую машину тоже на испытания отдали в вооруженные силы. Специализированная для борьбы с беспилотниками и с радиолокационной станцией для обнаружения. Товарищ командующий, это экспериментальный образец установки, которая повреждает беспилотники до одного километра. Значит, практически повреждение металла, то есть любой беспилотник выходит из строя. Основная проблема – обеспечить высокоточное наведение. Сейчас аккорпиация над этим работает. То есть, если попадете, дырки в беспилотники, но попадать не научились? Нет, попадаем, но надо следить, потому что беспилотники очень быстрые теперь. Работа. Это что за машина? Это будущее? Ждем. Радиолокационная станция ближней разведки «Клюн». Обнаруживает личный состав, технику, летательные аппараты, в том числе малые бутылки. То есть, на аккорпи ставишь и смотришь? Да, до пяти километров, малые пиведроны, классический радиолокатор, пехотный, легкий, переносной. Уникальная особенность – крайне низкая излучаемая мощность, меньше вата, соответственно, его не найдут средства радиоразведки противника. Тема очень интересная. И землю видит, и подрокоптер видит. Самое, вот, правильно говорит, на низкой излучаемой. Какая разница между этими машинами и старыми БТРами? Совершенствован корпус, совершенствована силовая установка. В чем усовершенствован корпус? По опыту специальной военной операции оборудована защита верхней полусферы, состоящей из трех секций. Первая – это защита от беспилотных летательных аппаратов, отделения управления, боевого отделения, отделения десанта и моторно-трансмиссионного отделения. Решетчатые экраны. Также имеется станция радиоэлектронной борьбы. На данном бронетранспортере показана защита верхней полусферы, которая изготавливается в войсковых условиях самостоятельно. То есть эта машина значительно отличается от нашего старого батарея. Так точно, от БТР-60, БТР-70, которые были ранее. БТР-80, сейчас в данном моменте у нас имеется это БТР-70 МВ-1 на вооружении, БТР-80 и БТР-82. Комплекс вооружения самый главный. Так точно, и имеется пушка, 37-литровая пушка 2А-72. Плюс стабилизатор. Раньше мы управляли... Они внутри уже его тоже доработали. Что управляли? Управляли башенной установкой вручную, здесь уже управляется автоматически. С помощью электроэлектронной. Необитаемый модуль. Можно посмотреть. И что на этом БТРе стоит? Наш прицел, наша радиостанция. Наша радиостанция. Наша, белорусская. Вот если заглядут, можно увидеть, как он появится. И у него сейчас пропутое сводок, дополнительно противооспорочное, это уже защита стоит. Это вот медицинский такой. В эвакуации ранее. Это наше видение современных БТР. Оно соответствует современным тенденциям, как и все современные боевые машины. Выход в корму организован. Здесь расположено место механика-водителя. Справа от него натурно-транселенный отдел, который можно целиком в агрегат вынимать и делать такой ремонт комплексный. Здесь колеса со вставками рандфлет, которые позволяют 50 км по грунтовым дорогам бежать полностью с разрушенной шиной, что подтверждено в ходе предварительных испытаний. Мы их завершили. И сейчас вот два образца. Десятая комплектация. Это с модернизированной башней БМП-2 и с модулем БМ-30, который вы видели на динамических выступлениях. Вот тот более предпочтительный для Министерства оборудования. То есть по вооружениям мы уступаем? Да мы не уступаем. У нас 30-мм пушка, туры, конкурсы и ПКТ-кулемет. То есть вооружение достаточно серьезная, обнимая мощь, которая может работать даже по тяжелой бронетехнике, снося башенное оборудование и обездвиживание. Это в соответствии с современным требованиям. Ну и противоминная защита. Да, самое главное. Здесь, конечно же, что над защитой экипажа работали. Тут дорогие противоминные сидения, которые подвешены к крыше и к боковым панелям. За счет этого при подрыве нету нагрузки на тело. За счет этого обеспечивается обезвиживание с экипажем. А ту машину-то хорошо знаешь? Не, 82-ка. Это советская хорошая техника разработана. Отличается ее преимущество, что она легкая, но у нее, скажем, есть свои недостатки, свои преимущества. Она достаточно массовая. Ее давно производят. И завод сейчас раскрутился, хорошо делает. Мы, понятно, что пока еще только единичные земляры. Это понятно. Но если бы у тебя был выбор, честно говоря. Но я бы свою выбор, конечно. Нет, с точки зрения живучести экипажа и выполнения боевой задачи, я бы выбрал. то есть по всем, если взять параметры, это превосходит ту технику. Да. Ключево это было ваше поручение. Ведь за БТР никто не хотел браться. Мы им активно взялись. Не потому, что боялись. То есть никогда опыта такого не было. Значит, и вот рискнули. Машина, можно спорить, там качество, это все лучше, хуже. Но это серьезнейшее достижение, я считаю, в автомобилестроении. Доварищ главный командующий, вашему вниманию представляется розыгрыш эпизодов боевое применение ударных беспилотных летательных аппаратов. Данные боеприпасы предназначены для поражения живой силы противника путем сброса беспилотников вертолетного типа, а также путем доставки к цели с помощью хиповедро. Происходит сброс. Я уже пошел. Цель поражена. Справа от смотровой площадки вы сможете наблюдать пикирование миротворца. Удар. Поражена. Выдвижение штурмового отделения на защищенном транспортном средстве многоцелевого назначения защитник. Данные транспортные средства предназначены для перевозки личного состава подразделений спецназа при выполнении задачи. Производится десантирование штурмовой группы в ходе выдвижения. Один из военнослужащих получил ранение. Для эвакуации задействуется санитарный автомобиль. Данные изделия позволяют осуществить защиту любого автотранспортного средства от воздействия различных дронов. Наблюдаем атаку. Цель уничтожена. Произведен пуст и подрыв гранаты на траектории полета изделия на установленной дальности. Товарищ президент Республики Беларусь, демонстрация боевого приведения отечественных образцов вооружения военной и специальной техники завершена. Продолжение следует...